Так, без штанов надо. Ну привет! Я снова снимаю на фоне телевизора, просто здесь я сижу прям возле окна. Очень классный свет. Я выиграла 4 билета на хоккей и выходной на следующий день после игры. Бублик! С парка! Поэтому вчера мы были на хоккее. Миннесота продула Вегасу. Я не ожидала, что Вегас такая сильная команда, но даже учитывая, что в нашей команде капризов, Миннесота все равно проиграла. Делаем мини-распаковку. Я в итоге купила от Шанельки, как называется, что постоянно забываю, румяна. Цвет, который мне понравился, у них, конечно же, не было в наличии. Заказывать я не хотела, потому что я ждать не люблю. Такой оттенок. Ну, фокусируйся. Мне нужна моя кисть. Я, кстати, даже не знаю, какой это бренд. Этой кисти уже столько много лет, и я никак не могу найти ей замену. Отлично, да? Ну все, ты милашка, да? Короче, очень классные румяна. Если хотели попробовать, обязательно пробуйте. Сейчас у меня вот такие от Tom Ford, которые уже заканчиваются. Но, как вы видите, мне здесь не хватает пигмента. То есть даже если я вот... Упс! Короче, я их даже потом, когда наношу, они сразу въедаются в кожу. Как-то объяснить-то. Они уже тут подзаканчиваются, но моя проблема в том, что они не пигментированные. Недостаточно пигментированные. То есть как бы их нужно очень много наносить, чтобы был какой-то результат, и они очень как-то быстро впитываются в кожу. Так, ну, во-первых, хочу показать вам вот это чудо подстризанное. Ой-ка-тябать-ка. Сейчас будет мини... Ой. Сейчас будет экспресс-распаковка, потому что садится солнце, и мне нужно успеть... Потому что мне нужно успеть до того, как сядет солнце. Одна коробка Zara и еще одна коробка Zara. Сегодня 8 февраля. Я так надеялась, чтобы эти посылки пришли до 14-го, потому что у меня от них есть образ, в который я, возможно, пойду в ресторан. Начнем с этого. Я думаю, здесь пиджаки. В пиджаке блейзеры. А как? А что? А почему он не полицается? Можговки хватает? У меня открыть коробочку? Хватило. Я не знаю, всегда Zara вот так запаковывала все. Первое – это вот такой блейзер. Посмотрите, какие у него крутые детали. Такой рукав, и сзади еще вот такой типа стикер. И также вот еще одна деталь. Он в navy blue. Он не черный. Я не знаю, если он кажется на камере черным, но он в navy blue. Я бы его носила с джинсами, белыми брюками, белыми джинсами. Как это называется? Полосочку. Следующее – это вот такой блейзер с полосочкой. Простите, я не знаю правильного термина. Я его брала еще в 2020 году. Это был мой самый любимый блейзер. Я его просто носила со всем. Он ко всему подходит. И затем, затем он начал рваться. Зачем? Как это? Подходило его время к концу? Затем он начал рваться, потому что подходило его время к концу. Я пыталась найти замену, но в Zara их уже не было. На всех любых сайтах их не было. Я даже была готова заплатить, чтобы мне его сшили. Но никто не хотел браться за эту работу. Сейчас я его, конечно же, померю, но выглядит точь-в-точь, как который у меня. Можешь нормально сидеть? Какого-то тут произошла стрижка. Ужасно, кстати, строгу здесь. Последний пиджак из этой посылки. Вот такой черный, похожего кроя с первым голубым. Точно такая же деталь на спине и деталь на рукаве. А в этой посылке у меня низы. Низы? Низа? Странное слово. Юбки, шорты и блузка. Ну почему? У меня просто есть идея образа. Не знаю, насколько получится воплотить свои фантазии в реальность. Но поэтому я купила эту блузку. Вот такая белая блузка. Я не знаю, она будто из детского отдела. Очень она маленькая. Юбка в шорты. Я слабо себя представляю в юбке или в шортов. Такая же юбка, но другого размера. Такая юбка шорты. Юбка шорты карго. Опять же, юбка шорты только с раздрейзиком. И такая же, но другого размера. Сейчас вам все покажу. Насколько бы я не любила оверсайз одежду и все такое мускулинное, но даже для меня этот блейзер слишком. Что очень расстраивает, потому что следующий блейзер подобного кроя. И, скорее всего, оба придется сдать. А я возлагала большие надежды на эту посылку. Это второй блейзер, и я сейчас буду ныть. Я, конечно, такого не ожидала. Не совсем знаю, как это носить. Даже если я подверну рукава. Хотя, в принципе, так немного лучше. Учитывая, что большую часть времени мои волосы распущены, возможно, с распущенными волосами будет смотреться лучше. Думаю, этому блейзеру можно дать шанс. Нужно померить с другими джинсами. Также этот блейзер будет хорошо смотреться с худи. Но, с другой стороны, зачем мне блейзер, который хорошо выглядит только с худи? Но, в целом, как-то вот так, думаю, можно было бы носить. Единственная проблема – это постоянно спадающие рукава. Но, вообще, мне даже начинает нравиться немного. Сейчас еще буду мерить с худи. В общем, такая была у меня идея образа с этой блузой. Бейзер надела другой, тот вообще сюда не подходит. Такая юбка-шорты. Конечно, сюда в идеале нужны Оксфорды, потому что так я выгляжу, как дешевая старшеклассница. В общем, еще как вариант – это с этими ботинками. Но что-то, мне кажется, здесь не хватает. Или какое-то все несочетаемое. Юбка, точнее, шорты, конечно, классные. Но образ, который я придумала – что-то так себе. Сегодня в планах выбрать новые оптические очки. Пиздец. Сегодня в планах выбрать новые очки, возможно, несколько. Потому что в своих я хожу еще со времен колледжа. А я уже леди, взрослая, деловая. Поэтому мне нужны новые очки. Была… Ну что? Была у доктора, мне снова все проверили. Выписали новые prescription, не знаю, как называется. Поэтому сейчас идем в оптику. Оптику? Поэтому увидимся с вами позже. Так, еще сегодня в планах помыть тачку. Даже внутри. Я в машине не ем. Я вообще на ней практически не езжу. Ну вот, что это такое? Поменялись у нас немного планы. Приехали на обед. В район. Обожаю этот район. Сейчас покажу. Летом, конечно, здесь еще круче. Но и сейчас вообще-то прикольно. Здесь есть меню с салатами и картинками. А также можно намешивать все, что душе угодно самому. У нас 30 секунд. Двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! О май гад! Ребята, вы видите, что здесь? Это жесть! Стоять! Стоять! Короче, из видео, мне кажется, было непонятно. У меня в тарелке был волос. Рыжий, красный, противный, длиннющий волос. Я там больше есть никогда не буду. Осталась я голодная. Иду в магазин. Сейчас наберу себе салат в магазине. Я не знаю, если вы поняли, видели, засняли ли мы, что сейчас произошло. В общем, мы пришли в магазин за моим салатом. Я попросила своего МЧ заснять меня, как я набираю салат для влога. Как ведь нас никого не было. Мы болтали, смеялись. И проходила одна из сотрудниц магазина, как я поняла, и сказала нам не снимать. С такой противной мордой, с очень низким тоном голоса. Я у нее спросила, почему. Она сказала, что это нарушает приватность других клиентов. Я сказала, что ведь он снимает только меня. О каких клиентах ты говоришь? Она развернулась и ушла. С той же недовольной мордой. И вот у меня вопрос. Точнее у меня два вопроса. Если ты знаешь, что ты права, и что в политике твоего магазина прописано, что клиенты не имеют права снимать, почему ты развернулась и ушла? Почему ты мне не доказала, не показала о том, что я не права? Второе. Какой смысл было мне портить настроение своей недовольной мордой и этим комментариям, если ты все равно не добилась своего? Ты испортила настроение мне, себе и в итоге даже не добилась того, чтобы я прекратила снимать. Вот вообще такого не понимаю. Вы понимаете, да, что у меня нервы на пределе. Телефон несколько раз выключался, столько посторонних звуков. В общем, в моем понимании, что если в политике магазина есть правило, что клиенты не имеют права снимать, ко мне должны были подойти и сказать, извините, но по правилам нашего магазина вы не должны снимать, потому что это нарушает приватность других клиентов. Могли бы вы, пожалуйста, перестать. Вот это я понимаю. Человек подошел бы, извинился, объяснил, предоставил бы мне, возможно, где это у них прописано, но подойти с недовольным лицом, а хочется сказать матом, и сделать мне замечание. Не очень сегодня начинается день, как вы поняли. Сначала волосы в салате, затем мне не разрешили снять мой салат. В общем, надеюсь, сейчас поем и все наладится. Посмотрите, какие прадики нашла. Вы не поверите, что сейчас произошло. Сегодня прям просто не мой день. Я пообедала, взяли кофе, пришли прогуляться до магазина с очками, которые находятся здесь. Я увидела разные бренды. CELINE, Prada, Chanel. В общем, все самые классные бренды, очень интересные оправы, очень много выбора. Я только засняла магазин, прикоснулась к очкам, начала снимать видео, подлетела ко мне женщина, выхватила у меня эти очки, говорит, ты не можешь здесь снимать. Извини. И уже мой МЧ, который вообще самый спокойный человек на свете, говорит, в чем проблема? Чего сегодня вообще происходит? Чего у вас за проблемы с телефонами? Почему нельзя снимать? И женщина такая стоит, и сразу не могла найти ответа. Говорит, ну, вы понимаете, есть у нас клиенты, которые приходят, меряют очки, фотографируют их, а потом покупают онлайн. И я говорю, в чем проблема? Ну, нам нужно, чтобы они покупали в магазине. Я так понимаю, они просто покупают у других магазинов, наверное, в этом только проблема. И я вас спросила, вы понимаете, насколько это бредовый ответ? Скорее всего, я найду эти очки онлайн, приду, найду их у вас в магазине, померю и все равно куплю онлайн. И я уже вам сказала, что мы недавно получили новое prescription, и пришли сюда за очками. И ты мне сейчас говоришь, что я не могу сфотографировать. Короче, мы развернулись, ушли, едем в магазин, который находится рядом с нашим домом, где мы очень давно умерили очки и фотографировали. Если еще что-то сегодня скажут там, я вообще в этом мире разочаруюсь. Очень-очень интересно все получается. Короче, увидимся с вами позже. Bye. Не знаю, не мой, конечно, стиль, но прикольное. Так, вот это немножко другая форма. То есть внизу такой квадрат. Не знаю, но мне кажется, не маловато для моей большой умной головы. Короче, я выбрала эти. Не совсем то, что я хотела. Ну, то есть эти, я могу носить в офис вот так вот просто на каждый день, но хочу еще какие-нибудь стильные себе купить. Ребята, мне кажется, у меня новый талант. Ужасно этого видеть, да? Просто посмотрите, как быстро движутся машины, как быстро они их моют. Мне кажется, они их не промывают так. Вот это моя едет, красотка. Ну, или мой. Я надеюсь, все птичьи кокульки они смогут смыть. Ну, какова красота. Так, сейчас ее еще тут натрут. Посмотрите, какая красивая. Денькая. Как новая. Посмотрите, как здорово. Чистая какая девочка. Чистая. Чистая. Хе-хе. Хе-хе.